В эфире Актуальное интервью. Меня зовут Павел Танин. Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра экономики Якутии Майя Данилова. И мы говорим об итогах социально-экономического развития республики в 2017 году. Ну и, конечно, затронем задачи и планы на год текущий, на 2018. Майя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Итак, в феврале начались отчеты правительства, ежегодные перед населением республики. И в этом году они проводятся уже в 20-й раз. И насколько, как Вы считаете, такая практика эффективна? Да, Павел, действительно, с 1998 года проводятся отчеты правительства республики во всех населенных пунктах, во всех населениях. И это удивительная, уникальная практика, когда правительство выходит на прямой разговор с населением. И надо сказать, что опыт этот уникальный. Среди всех субъектов Российской Федерации, только в республике Сахай-Якутия, происходят такие вот прямые разговоры с населением. Каждый год, конечно же, население ставит свои вопросы. Они касаются в основном, конечно же, поддержки личных подсобных хозяйств, даже лично коммунального хозяйства. Это подключение к сетям центрального отопления. Очень волнует вопрос дорожного хозяйства, конечно же, строительства школ, садиков. Понятно, что проблемы очень такие серьезные, они за год не решаются. И главная задача правительства в том, чтобы разъяснить, каков механизм решения этих вопросов, какая государственная поддержка оказывается, и как население может принять участие в инициации тех или иных своих проектов. Сейчас вот отчеты прошли уже в Усть-Майском, Улусе, насколько я знаю, да, и проходят в Абыском, Чарапчинском, Мегино-Кангаласском. Со следующей недели уже практически все группы выйдут. Ну, как правило, задача всегда охватить все населенные пункты. Конечно, да. То есть, вот говоря, допустим, про Усть-Майский, там рабочая группа разделилась на три группы, чтобы посетить даже отдаленные населенные пункты. А как вообще итоги отчетов сказываются на социально-экономическом развитии? То есть, ну, опять же, диалог выстраивается. Может, лучше, лучше, понятнее становится, что нужно делать дальше? Возможно. Безусловно, безусловно. Правительство может корректировать свои планы, да, понимая, что, например, в том или ином населенном пункте какая-то проблема обострилась, вот, ну, уже до совершенного выхода, да, из ситуации. И поэтому тоже могут быть некоторые корректировки плана. Ну, вот если обозначить коротко основные итоги социально-экономического развития региона в 2017 году, то есть, как они выглядят, к чему мы пришли за 365 дней? Да, ну, экономика развивается стабильно, значит, обеспечен рост волового регионального продукта на 2,2%, да, это в реальном исчислении. Если сравнивать с Российской Федерацией, в Российской Федерации рост на 1,5%, и при этом этот рост наблюдается впервые после вот введения санкций, да, сокращения цен на нефть, это с 14, 15, 16, в течение этих трех лет наблюдалось падение, и вот начался рост, да, 1,5% в целом по стране. У нас в республике, значит, рост 2,2%, он выше, чем в Российской Федерации, это связано и с ростом в промышленном производстве, да, в промышленном производстве у нас тоже 2,2% роста. За счет увеличения добычи алмазов, несмотря на то, что произошла авария, да, за счет других своих активов, значит, компания смогла увеличить добычу алмазов, и она, значит, составляет на уровне 4,7% к уровню прошлого года, да. За счет новых месторождений, значит, в Рябиново, это, в Амиконском Лусе, там, Дражное введены, увеличилась добыча золота, да, практически на 2%, ну, показатели достаточно стабильные, инвестиции в основной капитал, да, мы все знаем, там, значит, идет строительство Силы Сибири, за счет этих крупных объектов рост практически на 29,5%, если сравнить с Российской Федерацией, в Российской Федерации рост на 4% инвестиций в основной капитал, это, конечно, ну, колоссальный рост, да. Ну, кроме этого, надо, конечно же, отметить то, что продолжается у нас рост реальной заработной платы, когда мы об этом говорим, конечно, население не так это воспринимает, но, тем не менее, в бюджетной сфере планомерно повышается заработная плата целевым категориям работников, еще вне всегда. По зарплату мы еще вот тут, я попросил, подглядываю, еще поговорим, вот, а сейчас бы хотелось спросить о такой, вот, в январе текущего года руководитель региона издал указ о повышении эффективности системы государственного управления республики Саха-Якутия, и вот, как вы считаете, с чем связано принятие такого документа? Опять же, создание центра управления изменениями, вот. Да, решение появилось, конечно же, не на пустом месте. Значит, на федеральном уровне, вы знаете, да, формируется стратегия долгосрочного развития до 2035 года. У нас на уровне субъекта мы сформировали уже свой стратегический план, да, до 2030 года, с видением до 2050 года. Для того, чтобы эти стратегические цели и задачи реализовать и на федеральном уровне, и вот на уровне регионов сейчас внедряются новые механизмы управления этими изменениями, да, для того, чтобы это все достичь. Выстраивается стройная система, ну, говорится, дерево целей и задач, которое, значит, должно быть зафиксировано во всех документах стратегического планирования, да, это вот блок стратегический, и этот департамент стратегического управления будет создан в Министерстве экономики. Как государство может влиять на стратегические изменения? Это через структурные преобразования в, в первую очередь, государственном секторе. А государственные секторы – это не только акционерные общества и группы, да, это в том числе и многочисленные государственные учреждения. Поэтому структурные преобразования коснутся и бюджетной сети. Ну, вот как они изменятся, вот эти, вот это вот управление? То есть основное изменение касается структуры именно вот менеджмента, ну, государственного менеджмента, не знаю. Правильно, да. Какие вот изменения должны именно произойти? Да, значит, будут инициированы проекты, будут создаваться, ну, у нас тоже, но уже департамент проектного управления, да, и будут уже инициированы проекты, которые непосредственно направлены на реализацию стратегии. Да, и в эти проекты будут вовлечены многие, значит, это вот межведомственные проекты, многие органы исполнительной власти, и это потребует вот организации, вот это вот межведомственное взаимодействие при реализации этих целей и задач, которые у нас определены в стратегии. То есть все будет подстраиваться под стратегию. И то есть основная задача это соединить это все в один, в единый цельный механизм. Да, и управлять этим из нескольких блоков, которые будут являться основными. Хорошо, а вот Министерство экономики является главным разработчиком инвестиционной программы нашего региона. И какие основные итоги, опять же, реализации этой программы конкретно инвестиционной в 2017 году, можете рассказать? Да, значит, на реализацию инвестиционной программы в 2017 году было потрачено 15 миллиардов 800 миллионов рублей, было введено 53 объекта социальной инфраструктуры. В прошлом году, вот в 2016 году ввели 48 объекта, в этом году 53 объекта, в следующем году планируем 60, да, ну то есть есть такой поступательный рост. Несмотря на то, что объем инвестиционной программы сокращается, мы как бы увеличиваем эффективность, да. Введено, значит, 8 школ, значит, более 25, значит, детских садиков, в том числе 7 по линии государственно-частного партнерства. Это у нас первые детские сады, которые вот появились с привлечением частных инвесторов. Ну вот, да. Вообще вот использование государственно-частное партнерство, то есть оно, в принципе, себя показало? Да, конечно, это в первую очередь ускорение объекта для замещения государственных денег средствами частных партнеров, да. Это пока мы ограничены в средствах, но частный партнер вкладывает свои собственные средства, а потом, конечно, государственные его возмещают через определенные механизмы. Но так мы просто увеличиваем очередь, то есть уменьшаем очередь и ускоряем эти процессы. Ну вот опять же, наверное, это и помогает при снижении средств увеличивать объемы, ну, в том числе. Да, эффективность повышается. Мы плавно подошли именно к планам на 2018 год, наступивший. Что нас ждет в этом году в плане экономики? В экономике, конечно, мы проглядываем позитивные изменения, да. Значит, у нас продолжится рост и волового регионального продукта, не менее чем на 2% мы ориентируемся. Инвестиции в основной капитал продолжатся, тоже строительство крупных объектов. То есть, если говорить о вводе, нужно выделить водочистные и водозащитные сооружения в городе Якутске, вот, которых планируется в 2018 году. Если говорить о дорогах, по региональным дорогам, допустим, будет обеспечен проезд до села Усьмая, да, по автодороге Амга. Ну, вот такие вот задачи. Ну, 60 объектов по эмоционной программе, 9 школ, 26 детских садов. Это наши планы в следующий год. Хорошо, но помимо этого, наступивший 2018 год в Якутии объявлен годом занятости. О каких конкретно мерах, ну, помощи в этом вопросе идет речь? Конечно, будут применяться традиционные методы, да, это, значит, переобучение работников. Но здесь, не работников, а безработных, да, здесь крен будет сделан не только на официально зарегистрированных безработных, но и на потенциальных безработных тех, кто просто ищет эту работу, да. Среди новых механизмов можно сказать о том, что заключены соглашения с крупными компаниями и не менее 200 молодых специалистов пройдут стажировки в крупных компаниях. И также не менее 500 незанятого населения будет направлено на работу в крупные компании, будет оказана помощь в переселении, в проезде до места работы. То есть трудовая мобильность, мобильность кадров получается. Хорошо, вот ранее мы упомянули о том повышении заработной платы, в том числе по майским указам президента России. Как повышается заработная плата работников в бюджетной сфере, вот что ожидает их? Ну кроме доведения до планируемого соотношения к среднему трудовому доходу для целевых категорий работников, для всех прочих категорий работников ожидается увеличение заработной оплаты на 4% с 1 января 2018 года. Но есть еще также другие нововведения, они касаются низкооплачиваемых работников. Это повышение МРОД на уровне Российской Федерации до прожиточного минимума к 1 мая 2018 года. И в республике, соответственно, тоже будут проведены изменения. Несмотря на то, что 2014 года мы обеспечиваем МРОД на уровне прожиточного минимума, но Конституционным судом Российской Федерации внесены изменения в том плане, что к МРОДу теперь уже применяются районные коэффициенты и надбавки. И, соответственно, у нас МРОД достигнет 23 тысяч, по-разному, 700, это у кого 1,7, и 25 тысяч, у кого коэффициент 2. И среди работников бюджетной сферы государство будет обеспечивать данную государственную гарантию. То есть, получается, надбавки, просто подчеркну, уже наше время, к сожалению, подходят к концу, они будут уже поверх зарплаты насчитываться? Поверх МРОД. Поверх МРОД. Спасибо большое, Майя Андреевна. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была первый заместитель министра экономики Республики Саха-Якутия, Майя Данилова. И мы говорили об итогах социально-экономического развития Якутии. До встречи в нашем эфире. Будьте, оставайтесь с нами, будьте в курсе всего самого интересного и актуального.